Напиши хороший код, и ты будешь нужен бизнесу пару дней. Напиши плохой код, и ты будешь нужен бизнесу всю жизнь. 27 августа 2021 года, 16.00 минут по Торонского времени, эфире 767-й подкаст от канадского лося и компании. Стрейп и канадский джентльмедский набор. Прятки всем, вы попали на кухонный напрягающе-расслабляющий канадский подкаст про жизнь айтишников. Раз в неделю мы собираемся, чтобы обсудить айти за жизнь, поскрепить стульями, накатить и повеселиться. Присоединяйтесь к нашему банкету по ссылочке чат и прямой эфир на rcp.me. Будем рады видеть вас в чате, готовы отвечать на любые вопросы в прямом эфире. Также у нас есть YouTube, Куб-канал, подписывайтесь, ставьте лайки, Twitter и Discord к вашим услугам. Ну и, конечно же, пожалуйста, не забывайте официальный веб-сайт rcp.me и ссылочку обсудить, куда вы можете скинуть статьи, заметки для обсуждения в следующих подкастах. Ура! Дубль два! Привет всем! По крайней мере, мы разогрелись, подумайте с этой точки зрения. Ладно, сегодня мы пишемся втроем, мы уже много чего рассказали, и это все было в пиратке, поэтому подписывайтесь на Патреон! Да, послушайте там. Да, все бегите на Патреон, rcp.me, ссылочка Патреон, подписывайтесь, ставьте лайки. Так, ладно, быстренько обводно. На следующей неделе подкаста не будет, потому что я уезжаю отдыхать на... Как это? Лейбордэй, да. Вот, там будет очень много, надеюсь, развлечений, чисто канадских, северно-канадских. Водка, трава, пиво, самогон, марки, дробовик и все остальное. Речка, лодка и так далее. Вот, так что все. Я, кстати сказать, уже давно не слышал, чтобы кто-то там марками баловался. Вот, я недавно слышал. Возвращается, возвращается. По телевизору. Да. Ну, телевизор телевизором. Даже по телевизору особо не упоминается, на самом деле, да. Как-то... Последние лет десять, наверное, уже как-то... В начале двухтысячных, да, там много было. Всякого интересного. Так, чем там. Ну ладно, да. На выходные. Да, и все отдыхают в день работника. Так что, кроме Арины, она будет работать. Говори за себя. А, кстати, в России вообще никаких наркотических, ну, кроме водки и алкоголя, в смысле, ничего нелегально, да? Все нелегально, да. За все посадят. 228, все такое. Хранение, употребление. А за употребление тоже сажают? Я не знаю. Из-за того, что я сама не употребляла ни разу, я так отдаленно только знаю, что Ваня не верит в меня, походу. Я всем, когда рассказываю, что я ни разу не пробовала даже трау, мне никто не верит почему-то. Ну, я, кстати сказать, на прошлой неделе пробовал. Опять. У меня что-то, по-думам, как его называют? Green Doctor? Ну, да, там, типа, диспенсеры. Вот. Я как-то, что-то мне не спалось, что ли, или еще что-то. По-моему, на прошлой неделе, да, попробовал. Ну, вот, заказал, короче, этот, где там куча CVD, но, скажем так, эффект странный. Я ничего особо такого не почувствовал. Сон был тоже такой. Хз. Вот. Нет, нет, сон, да. Нет. Надо будет потом попробовать этот, маслица, маслица, там, говорят, есть еще. Хорошая. Вот. Ну, так, купил, попробовать. Но что-то не впечатлился. Но я там очень мало THC, очень много CVD, блин, на тот взял. Для тех, кто в танке. С маслом что надо делать? Масло это просто этот... Обмазываться? Не, не, нет. Там, типа, ну, это... Ноги натирать. Экстракт этот. Думаю об этом примерно как этот экстракт валерьяна, да. Там, капаешь там язык, этот, для успокоения нервов. Экстракт, да. Вы валерьянка. Ну, типа того, да. Валерьянка. Фигли. Мне еще там очень понравилось, это то, что заходишь, они такие, этот, ну, этот, типа, чего ты хочешь примерно, там, расскажи. Ну, конечно, рецепты же больше не нужны, я забыл. Да, да, да. Там стоит девочка с таким, блин, этот, мега-айпадом, там, и начинает такая, ну, давай, сейчас выберем, там, этот, начинает сортировать из меню. Ну, да, надо немножко побольше CBD, там, вот это, ты, там, там, список такой, такое ощущение, что у нее, там, знаешь, за 200 сортов. О, она там, трык-трык-трык-трык-трык. Ну, вот это вот новенькое пришло, очень популярно, неплохо. Давай, хочешь, да, там, это самое, что-то там, давай, двадцаточка. Такое, ну, замечательно. Типа, ты хочешь закрученный, или, или так, этот, или этот, в этих, как он называют, в печеньках, там, типа, знаешь, тебе, тебе это дело покурить, накапать, закрутить, или сам закрутишь. Такое, давай лучше уж прямо просто траву берешь. Это самое, надо, да, это будет потом. Я их бужую. Нет, это, да, мне, мне, Илюха пришел, закрутил. Он как раз заходил в гости. Замечательно. У него там, понятно, что... Там в карманах зеленый чай. А, он зашел, мне закрутил, у меня, по-моему, там еще три косяка, блин, осталось. О, надо будет как-нибудь тоже попробовать. Только я в последнее время, наверное, что-то ложусь, так поздно спать, что... Я думаю, перед сном, перед сном, перед сном, но к тому времени, как я уже ложусь спать, там, знаешь, ничего не надо, я и сам вырубаюсь. На этой неделе, так что... Да. У меня, говоря о траве, у меня такое ощущение, что мой дедушка сосед, я не знаю, я не верю в том, что он драгдилер, потому что к нему никто не приезжает. Но каждый раз... Да не выращивает он нифига, я у него по заднему двору хожу. И в доме у него был один раз. Но у него почему-то трава появляется из ниоткуда. Последний раз я у него был, он такой открывает уже этот... Раньше он траву в сейфе хранил, но, видимо, я не знаю, теперь не боится, не боится. Теперь он, этот, траву прямо в холодильник, который снаружи дома стоит у него, прямо там. А, в беседке? Да, в беседке, прямо там в холодильнике, у него такая банка литра на два, и вся в траве. И при этом как-то... Диво, вино, трава, водка, да? Да, я четливо помню, что у него раньше этой банки не было, точнее, у него были другие, у него там было несколько банок, вот. Но этой не было. Я говорю, чувак, тебе еще травы прибавилось? Типа, он говорит, ну да, вот как прилетает само. Я говорю, ну да. В общем, ну... Поклонники по почте прислали. Скорее всего, да. Да нет, на самом деле это настолько сейчас популярно. Ну сейчас же разрешено, по-моему, пару кустов самового выращивать, да, там, или все, что-то в этом. Четыре. О, да, какое-то такое количество, то, да, там... Леха рассказывает, он заезжает к своим покупаемым, это, ну, типа клиентам, типа... Типа подровняет задний двор, все такое. Я у вас церники скосил, да? Не, 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 не надо говорить спасибо. Они ему сами предлагают, там, типа, хочешь баночку, вот на тебе, блин, там... Как говорят, там, обычно, ну, такое, как бы это, знаешь, вот маленькая баночка, типа, с кока-колы, да, вот, типа, а-ля 350 миллилитров. Ну, например, он говорил так. На весь год? Да кому на весь год, ему на неделю, нафиг. Я, может быть, надо будет как-нибудь собраться мыслями, я очень хочу траву выращивать, но единственное, что меня тормозит в этом всем процессе, это то, что за ней надо ухаживать, я не хочу ухаживать. Ну, там, по-моему, ее нужно в конце этого сезона, по-моему, там, то ли срезать, то ли еще чего-то, что-то с ней, короче, надо все время делать, мне в облом что-либо делать. Вот так вот траву просто на заднем дворе выращивать, смеха ради. Так ты этот, инкубатор, блин, собери. Не, там, там просто надо, по-моему, много света, чтобы, если ты хочешь, о тебе. Сочные цветочки. Короче, вам, пишите, пишите, кто, кто может мне помочь. Да, у кого есть там мануал, поворачивание, хороший отрывок. Если все успешно пойдет, может быть, веб-камеру прям поставить и стримить 24 часа в сутки. Как трава растет на заднем дворе. Зеленая, зеленая трава. Ну, я думаю, на заднем дворе уже поздно, я бы думал, удобнее было бы собрать такой мини-инкубатор, чтобы там регулировался свет, температура. Не, не, меня жена убьет, трава воняет, все это будет вонять в доме, она скажет, что это все воняет. Ну, еще в доме ты поставь на этот, на чертаке в гараже. Она даже, когда растет, воняет? Да, да. Вон, да. Ну, она как, она так пахнет. Она очень пахучая, ну, когда цветет. Когда растет, она, по-моему, так, немножко попакивает. Вот, ну, не так, что, этот, а, когда начинает цвести, то да. То там запах, конечно, сильный. Ну, ты когда-нибудь видела, там люди открывают, блин, траву, типа пакетик с травой, там сразу такой пашок идет? Нет, ни разу. Я, и у меня на это дело, блин, уже чухло, блин, такое, что, блин, могу за пять метров учить, что кто-то еще не закурил, а просто открыл пакетик с травой. Ну, как так, ну, там вот, где-то там, трава. Да, Рейна, ты права, тебе нужно устроить все-таки тур де каннабас. Че? Ты приезжай, приезжай в Канаду. Он имел в виду. Я не буду курить, не заставите. Да не, ну ладно, печеньки к печеньке. И есть я тоже не буду, нет, вы что? Я эти будем пить. Гуми-бэрс, гуми-бэрс, тебе же нравятся эти сладкие конфетки. Ужас. Повезешь в Россию конфетки, которые там нету. Что это такое? Конфетки. Зеленый чай. Да-да-да. Меня из-за вас посадят. Скорее всего. И так уже не агент. На день рождения принимаю доллары. Это правда. Пенка-то точно. Так. Ну че, Ваня, расскажешь еще раз, как у тебя неделя прошла? Давай хайлайты. Хайлайты? Ну, у меня презентация была моего пэт-проекта. Че там. Презентация была рано утром. Ну как, для меня рано утром. Восемь утра. А я в последнее время привык спать где-то до 8.30-9. И боялся проспать. Поэтому проснулся, блин, где-то в 5. Думаю, блин, сейчас усну. И не проснусь. Я не услышу этого будильника. Просто, ну, никак. Ну, встал, загрузился чаем. Сходил за кофе. Где-то часов в 7. И потом еще я дорогу, блин, заглотнул. На всякий случай. Презентация всем понравилась. И мне тоже, да? Да не, я, знаешь, у меня как бы... Ну, я же сейчас кофе особо много не пью. У меня каждый раз сейчас, когда с утра кофе выпиваю, у меня, блин, глаза на лоб лезут. Кстати. Кофе Мишка Адеролл. Кофе Мишка Адеролл. И презентация всем понравилась, в особенности. Да, да, да. Мы, кстати, сказать, очень оперативно что делали. Короче, мой напарник, он прокидывался нубом. Типа, ну и как же вот к вам на сервис попасть? Вот я сюда зашел, он мне говорит, что надо зарегистрироваться. Я тут кликнул, я такой, ну а теперь посмотрим. С моей стороны, я тебя могу опробовать. Вот, видишь, мы, знаешь, меняем эти экраны, показываем. Мой экран, его экран. Мой экран, его экран. Ну, там, все такое. Вот, там, этот... Сделали такую своеобразную игру, там. Менеджеры, конечно же, хотели, чтобы мы PowerPoint слайды там понаделали до хрена. Вот, но я через эти PowerPoint слайды, там, типа, через 10 слайдов где-то, наверное, минуты за 3 пробежал. Вот. А потом демку просто этот сделали на полчаса. Вот. Или даже минут на 40. Я даже умудрился этот Ford Pass туда вкрутить. Вот, я его подключил. А, знаешь, интересная функция есть. Вот, я только недавно этот... Обнаружил, как этот телефон, блин, показывает на экране. Вот, стримить. Просто этот QuickTime Player включаешь и говоришь, записывать этот... Новый муви записывать. Вот. И как input туда ставишь этот телефон подключенный. Ну, iPhone. Вот. И он на экране показывает, типа, что там происходит. Ну, я параллельно, короче, вот наш сервис, а вот этот Ford Pass, вот у меня на телефоне открыт. Я сейчас зарегистрируюсь, добавлю машину, и сейчас будем посылать команды. И вот, смотрите, наш сервис там реагирует на вот эти вот команды. И, короче, всем понравилось. Единственное, что Ford Pass, как обычно, там сломался посередине. Вот. Ну, это... Я от счастья даже рад, потому что я... Я давно хотел немножко в сутку написать. Вот. Что? Я там, типа... Он, типа, ломается. Я такой... Ну, и... Да. Там, Ford Pass, как обычно, сломался. Вот. Так что, ладно. Дальше продолжать не будем. Вы, короче, ребята, поняли идею, да? Типа, наш сервис работает. А с Ford Pass будете заниматься. Найдите стабильную версию. Вот. И не обновлять. Никогда. Нет. Да, знаешь, там же презентация идет на весь этот отдел этого, как он называет, cloud connectivity. Типа, ну, там покрывается все, все, что... Все эти бакэнды, которые разговаривают с машиной, там, облако, этот, типа... Ну, там этих автономик не было, конечно. Вот. Ну, там, те, которые с облаком общаются, Ford Pass, чуваки, там, и так далее, да? Там, этот... И такой, ну, Ford Pass, как обычно, сломался, ну. Наверное, версия не совсем стабильная. Ну, понимаете, я там взял с девелоперского, конечно, этого, да, сайта. Ну, я действительно взял с девелоперского сайта. Ну, как бы, это пререлиз, по идее. Ну, в очередной раз нагнать на Ford, святое дело. Вот, ну... Что это было? Восемь лет назад, да? Не, ууу! Не, почти 10 лет назад, пардон, почти, Ford выпустил весьма интересный двигатель, который получил название 1-литровый EcoBoost. Вот, я недавно смотрел видео на YouTube, где разбирали EcoBoost. И вообще разбирались, хороший ли этот двигатель. Одна... Одна интересная вещь, которая мне поразила мое воображение, это там идет ремень газораспределительного механизма, или как называется, ГРМ, да? Вот. И он погружен в масло. То есть он... Это ремень, это не цепь, это ремень. Он в масле. И опять, ребята объясняли, я никогда не разбирал, я никогда его не трогал, но мне всегда этот двигатель нравился, потому что при своем 1-литре он производил броню 120-140 лошаденных сил, что на самом деле крайне впечатлительно. Но не в этом дело. Дело в том, что вот этот ремень ГРМ, он, как называется, погружен в масло. И вот интересный момент, который они сказали, что ремень все равно как бы изнашивается, это понятно. Вот. Но поскольку это ремень, а не цепь, то там, соответственно, вот этот вот вся, как называется, материал ремня, он попадает в масло, начнет плавать по маслу. И потом, я не совсем понимаю, если он никаким образом не фильтровался масляным фильтром, но оказывается была маза, что он забивал маслозаборник. Вот. И понятно, что как бы не секрет, что если у вас забит маслозаборник, то тогда меньше масла попадает двигатель, меньше либрикации, и двигатель просто фейлится. То есть там... Маска с маски. Да. То есть там все это как-то проворачивается, стирается и выедается. Вот. И я что-то сидел, думал, ты пока рассказывал про Форд Пасс, я такой, ну да, вот какой интересный дизайн. Видимо, специально, чтобы он помирал вовремя. Нет, там просто, там на самом деле, я скажу этот, немножко положительную вещь насчет этого всего дела, то, что, ну, Форд Пасс, он разрабатывался уже давно, и там, скажем, не самой такой оптимальной командой. Вот. И этот... Они сейчас очень-очень мощно их грилят, и у меня есть такое ощущение, что они сделают просто другую апку. Они их просто уволят. Нет, чувак, если так подумать, знаешь, ну, да, по сути дела. Если так подумать, этот отдел, который разрабатывает Форд Пасс, блин, ой, там, наверное, человек 40, может быть, 50. Ну, вот подумай, блин, какая апплекуха будет, вот, и как этот, как бы, если ты на любую проблему кинешь, там, даже 30 девелоперов, да, еще 20 менеджеров, подумай, что там за этот, уё, получится, да, как бы, ну, это закономерно. Я только хотел об этом сказать. У меня это ощущение, что чем больше народ набрасываешь, тем хуже становится. Чувак, это, 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 это же это за этого, как он называется, мен, мен масс, мен масс. Да, да, вот, как бы, ну, понятное дело, да, он, потому что там, им как не связнешь, там, чуваки, у вас вот это не работает. А, это вот не в нашей подкоманде, это вот в другой подкоманде. А вы хотите насчет этого поговорить? тогда поговорите с архитектором. А он сейчас занят, он сейчас на другом совещании, там, типа, ну, вот этот вот, под фичу мы, конечно, можем отремонтировать, а другое, это не наш этот, типа, не наш отдел, не наши проблемы. вот, и там такая гальматья идет, короче, насчет всего этого дела, что он, давай, давай, давай дальше. Да. Ну, не, презентация, презентация всем, всем понравилась, этот, что самое смешное, то, то, знаешь, проект, проект, ты так подумать, он, он вылез вообще, блин, ну, как бы, из того, что, чуваки, надо, надо, что-то, что-то, вот, у вас есть идея, делайте чего-то, да, помнишь, там, давным-давно, почти, что, два года тому назад, да, я говорил, что начальник там сказал, типа, типа, у вас есть идея? А, кстати, сказать, да, два года назад. вот, если есть идея, то давайте, нам нужно что-то такое, вот, как бы, я даю вам свободу действия, главное вот эти вот проекты, там, типа, вовремя сдавайте, там, вот, а все остальное время, делайте свое. Ну, и мы придумали вот это все дело, ну, но он до сих пор, там, в форте есть такая специальная система, что этот, каждый, каждый проект, который идет, там, в продакшн, еще чего-то, там, ему выделяются, там, своеобразные ID, там, еще чего-то, ну, и, естественно, после этого, там, всякие там, это, regulations, как они там, идут, ну, короче, бюрократия идет, очень мощная, короче, я, как обычно, с бюрократией возиться не хотел, вот, и этому проекту еще до сих пор, так еще и ID не приписали, за это мы, там, не можем, нормальный, белый, настроить, там, этот, как бы, базу данных, но, но, большой плюс, это то, что, насчет этого проекта, там, эти, бюрократы, ни разу нас не тыркали, потому что, они, они идут через, список проектов, которые присутствуют, вот, и, мой проект, короче, не существует, там, по этим, знаешь, по биллингу, зато уже четвертый раз презентации делают, на него, да, да, у нас есть, приходите, пользуйтесь, да, все зашибись, знаешь, такая, такая замечательная шняга, я, я думаю, что, что в итоге, этот, если, если вдруг, что-то случится, то могут по башке дать, вот, но, с другой стороны, как, как и раньше, я, я могу спокойно сказать, что, да, я, 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 я разработчик, я ничего не знаю, там, я вроде менеджерам говорил, я думал, они уже все сделали, еще не знаю, там, что, что там, менеджеры не сделали, ой, не сделали, ой, 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 как плохо, убил, ну, так что, да, чуть-чуть, чуть-чуть на этой неделе, а, этот, что там, Blue Mountain State смотрел, и, еще начал смотреть этот, пересматривать, Mad Men, вот, Blue Mountain State, это, такое, знаешь, трололо, какая-то смесь, как бы ты объяснить, Van Wilder, помнишь, фильм? Очень плохо, это, ну, он, типа, в универе, но он там, нифига не учился, еще чего-то, ну, вот, похожая тема, но только эта тема, насчет этих, чуваки, футбольная команда, там, типа, вот, самого футбола там практически не показывают, но показывают все остальное, там, типа, черлидерши, но да, это наши слюцы, вот, да, да, вот, будешь, будешь этим кутербаком, вот, этот, у тебя первый выбор девушек, вот, если ты какой-то этот, как бы, там, кикер или еще что-то в этом духе, да, второсортные девушки все в том углу, да, там, 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 естественно, стероиды, трава, бухло, и так далее, короче, просто, жутко весело, если честно, классная комедия. А, ну, да, да, они, знаешь, они все, типа, живут в одном, типа, фредхаузе, там, типа, тусуют, бухают, вот, ну, естественно, типичные проблемы стандартного американского, вот, вот, футболиста, типа, что, что, что значит у меня оценки этот, хреновые, подожди, а где наш нерд? Слышь, чувак, а что у меня оценки херовые? Ты, ты че, забыл домашку сдать, что ли? Там, как, каждому футболисту, этот, наставляют нерда, который за него просто домашку делает, ну, и такие, знаешь, приколы. Я вчера посмотрел Once Upon a Time in Hollywood, вот, что-то я ни хрена не понял. Ты знаешь, я, я, когда он вышел, блин, я, я так хотел его посмотреть, вот, я рвался, 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 потом такой, блин, ну, вроде Штарантин, чем должен быть такое, вот, но, как бы, знаешь, там, по-моему, с Тарантино, там только, блин, название было. Я его смотрела в кинотеатре, мне как раз показалось, что это типичный Тарантино, длинный, длинный фильм, в котором что-то показывают три часа, и в итоге ничего не происходит. Заканчивается ничем. Там, там, не, у Тарантино обычно под конец такая жесткая развязка, а здесь ничего, практически, не произошло. По сути, да. там, конечно, что Брад Питт, что, этот, Ди Каприо хорошо играли. Да, мне очень понравилось. Ди Каприо, конечно, там жёг. Да. но, блин, что-то, конец пришёл, ушёл, и так, ну, вроде как, весело, но, что-то, как-то не так. Типа, хит-и-ит, концовка, развязка была эпическая. Да, да, я смотрел, что там Тарантино, на самом деле, он полуприсутствовал, в смысле, он своё имя туда поставил, конечно, но на самом деле, там было два других джентльмена, которые большинство вещей просто писали. Но очень красиво сделано. Неплохо, неплохо. Мне нравится вся стилистика и всё остальное. Пакинь, хиппись. Я бы сказал на три с плюсом, но... Арина, что у тебя? Рассказывай. У меня очень активная неделя была. Я, во-первых, закончила своё релиз капитанства. Отделалась лёгким испугом, я бы сказала. Мне там надо было перезапустить пару задач, которые упали в процессе выполнения. И в конце там особо ошибок не было, серьёзных. Какие были, я разработчику отдала посмотреть. А так, в целом, вроде всё нормально. И писала, продолжала писать тесты, которые на прошлой неделе я начала, когда мне озарение пришло, и я ни у кого не спрашивала. И не уточняла, как их делать. И мне вчера, сегодня вернули тесты, не тесты, задачу, которую я перед отпуском попросила помочь закрыть. И в итоге там что-то ещё сделали. Опять всё упало. Я смотрела, что там разбиралась. Я на этой неделе посмотрела The Suicide Squad. Ничего не поняла. Я смотрела все супергеройские фильмы, которые выходили, некоторые типа Стражи Галактики по несколько раз. Я каждый раз, вот новый фильм выходит, и я смотрю, начинается там, люди идут такие все красивые, что-то начинают делать, и я каждый раз, кто это? Кто эти люди? Это что, Капитан Америка? О, Господи. Я не помню, что это он, что он так выглядит. И тут тоже. Ну, здесь все, слава богу, новые были, поэтому мне не пришлось вспоминать особо, кто есть кто. Но всё равно, мне было тяжко из-за того, что я не знаю изначальных комиксов, и я не знаю вот этих всех супергероев, которые там были в комиксах. Я тоже не знаю. Я комиксы не читаю. Мне этот понравился, блин, как он, блин, унитаз на башке, блин. Акула? Ага, не, письмейкер. Письмейкер. Как он там сказал этот, типа, мне не важно, сколько мне надо этот мужчин, женщин, детей поубивать, чтобы добиться этого типа мира. Он такой, типа, я борюсь за мир, этот, ну, типа, за мир и свободу, мне не важно, сколько мне надо будет убить мужчин, женщин или детей, чтобы достичь этой цели. Клюда! Меня во всем Suicide Squad'е больше всего, конечно же, нравится этот королева Харли. Куин Харли? Харли Квин. Она просто шикарно играет психопатку. Я думала, что она изначально такая, но потом я почитала Википедию, по-моему, и оказалось, что она на самом деле была нормальная, она была врачиха и лечила Джокера, и потом она в него влюбилась и тоже сошла с ума и стала вот такой и я не знала, когда смотрела первые фильмы, я об этом не знала. Да. То есть у меня вот настолько я далека от всех этих фильмов, но в то же время мне хочется посмотреть и быть в курсе, и когда я начинаю смотреть, я не очень не всегда понимаю, что происходит. Нет, тебе обязательно нужно смотреть, это вот я своей жене тоже самое рассказываю, ты теперь в IT, ок? и здесь свои правила игры. Да, ты работаешь со всякими гиками, и они там, типа, что уже жены на работе, они там периодически обсуждают все эти фильмы и сериалы, вот, я ее заставил посмотреть Suicide Squad, и она была первой в своей команде, кто посмотрел Suicide Squad. Ну, типа, мальчики ничего не сказали, я говорю, ничего не сказали, но они тебя зауважали. Это очень важно. Где-то далеко в подсознании у них отложилось, что она посмотрела впервые нас. Да. Это важно. Но у меня еще есть причина смотреть, потому что мой soulmate гик и геймер, и если я в играх вообще вообще не в курсе, то фильмы я хотя бы могу посмотреть, чтобы потом он... А, ну ты тогда ставь себе Warcraft будешь с вами рубить. Он тебя протащит по всем данжам. не-е-ет. Нет. Ты там как скажешь своему soulmateу? Что-нибудь такое? Нет, я не хочу быть как его жена. Она играет в Warcraft и больше ничем не занимается. Ну да. Я хочу быть с другой стороны этой... этого спектра. Ты не можешь войти. Ты попала. Причем конкретно. Ну я буду... У тебя нету выбора. Я буду гиком войти. Ладно. Не хочешь в Warcraft с вами играть? Поставь себе этот Rainbow Six. Вон там Саша. Он тебя тоже научит. Иди мочи. Хорошо. Народ. Ему нравится последние несколько лет Destiny по-моему называется. Он ходит в рейды всякие. Destiny 2 есть такая игра? Угу. Ну вот он по-моему в это рубится. Только зачем? В смысле зачем? Не знаю. От безысходности. Я слышал что сейчас Final Fantasy 14 сейчас популярность набирает. Ну еще отчасти того что Blizzard не из-за того что они сильно сильно ну как они там вроде до ума довели игру но просто люди как обычно Warcraft многим надоел вот и они скажут что-то новое вот и там был приток люди говорят что очень неплохо сделано не впечатлился этими трейлерами вот может нам надо будет как-нибудь поставить посмотреть сейчас пока что этот я уже почти что все что мне надо для моего друида уже набрал там по 1 или 2 куска блин обмонтирование надо добыть но это с больших этих рейд боссов мне уже там на друиде по крайней мере делать нечего так Арина у меня еще про игры не могу поддержать разговор у меня еще осталось последнее что я записала будильник я переставила на следующую неделю на 8 утра эксперимент с вставанием в 7 утра провалился я все время хочу спать я засыпаю к обеду уже сегодня я вообще проспала я проснулась в 8.30 у меня звонил будильник на айфоне и я поняла что в 7 я возможно его слышала у меня потом играет музыка то есть я даже под играющую музыку спала потом все выключилось уже из-за того что я никак не реагировала и посмотрим надо будет в авторкасте с тобой обсудить когда ты ложишь спать я кстати сейчас стараюсь не очень поздно ложиться ну то есть вот в 0.10 0.15 я уже стараюсь спать но 0.10 да то есть я вот сейчас уже я как бы сплю обычно но последние две недели по крайней мере так что пятница у меня выбивается из-за подкаста я у меня все идет по одному месту я стараюсь только в пятницу так вот сидеть допоздна а в остальное время ну вот я тебе говорю последние две недели как я его из отпуска вернулась я решила не очень поздно ложиться и вставать раньше вставать раньше больно а ложиться раньше почему бы и нет то есть сейчас я уже 23.00 наступает я выключаю все ютубы и иду чистить зубы ну и потом уже там перед сном твиттер читаю инстаграм смотрю все такое ну вот и получается я судить не буду потому что я такой же хуйни страдаю у вас другая у вас всякие там игрушки и трава у меня инстаграм я реддит читаю а ну вот реддит я редко читаю достаточно мы с солмейтом читали реддит активно лет 10 назад наверное он мне показывал там всякие его подписки сейчас говорить невозможно заходить потому что там одни сиськи он логиниться в аккаунт у него сразу там not safe for work и разные там гуган wild или как называется захожу не залогиненный аналогично я не логинишь никогда у меня даже аккаунта нет я просто читаю чем народ страдает иногда что-то забавно находится ладно у нас арина наверное закончила ты кончилась да и закурила расскажи что у тебя произошло на неделе что ты так рад что она закончилась я не могу рассказать половину всего что произошло вот это станет ясно позднее в этом шоу если оно не закроется к тому моменту вот но у меня дурдом сейчас происходит полный короче я на прошлой неделе поехал сдавать кровь я всем подкастер рассказывал я не сдавал кровь почти два года я совсем забыл я совсем забыл о немеренном дебафе моего тела вот и я в субботу с утра не с утра часов в 11 прыгнул в свою машину без крыши и поехал туда я туда приехал конечно же потому что система канадская система вообще меня поражает я заполнил форму онлайн да то есть там эти куча вопросов там вы в попу без прозерватива и все остальное вот да я кстати я очень хотел у меня язык чешется если честно их спросить почему гейство это проблема и почему это у них в клощанире а то есть реально ты сейчас не пошутил нет я не пошутил ничего себе да если вы там занимались сексом с другим мужчиной то есть как бы ну они не спрашивают а вы с проституткой типа занимались сексом а потом просто а вы с мужчиной занимались сексом а какая разница а если женщина занимался тогда что в чем проблема и почему дискриминируете вот ну как бы ну как бы да вот ну короче говоря пришлось второй раз все то же самое сделать потому что их система не привязалась к ихней карте которая у меня да то есть я зарегистрированный товарищ и в итоге и нужно было и нужно еще вдобавок когда ты онлайн вопрос отвечаешь самое прикольное тебе нужно распечатать QR-код который они тебе на веб-сайте дают и принести с собой чтобы они его там сосканировали и у них автоматически заполнились дурдом короче говоря прям как в России идиотизм а на телефоне просто показать этот QR-код не судьба ну наверное но я заполнил все вопросы и закрыл сайт потому что у меня в голове это ну в базе сохранилось что я это сделал и все а у них оказывается это не привязано зачем тогда в интернете заполнять идиотизм ну как это же компартментализация одни одни занимаются этими а другие другие занимаются просто им нужен QR-код который им скажет можно нельзя можно нельзя можно нельзя короче говоря юзер экспириенс просто офигенный вот потом потом я еще посидел потом потом они мне проверили руки я себя наркоман вот у меня язык чешется который раз спросил а что вы ноги не проверяете может я колюсь в ноги вот серьезно надо будет прийти один раз и просто вот выпороть все что у меня в голове ты медведей ешь их никак нельзя проверить да вот потом они мне продырявили палец сказали что у меня все хорошо с этим ну достаточно железа в крови и потом решили проверить мою температуру под язык положить хуйту какую-то и тут они обнаружили что у меня слишком высокая температура 37.7 а допустимо 37.5 теперь я совсем блять забыл сейчас лето и я туда хуярил где-то в 11-10 нет в 10-30 10-40 на автомобиле без кондиционера и с открытым верхом и я человек у меня дебаф такой глобальный на солнце когда загораешь температуру я им сижу говорю что там может я посижу тут минут 20 остыну и такие не блин корона бро ковид бро ковид вали отсюда ты сказал что вот я чипированный дважды разными вакцинами вам какую надо да да я сказал вот но короче говоря я вспомнил что первый раз когда я этим делом снимался то же самое произошло пример то же самое то есть я туда поехал и меня первый раз завернули потому что слишком была высокая температура вот короче говоря я вспомнил что что я делал обычно то садился в машину включал кондиционер ехал туда с кондиционером с закрытыми окнами вот и приезжал с нормальной температурой а не разогретой да и когда оттуда выходил тогда уже можно было как раз из холодильника да из холодильника ха-ха-ха 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 вот короче говоря что-то не знаю надо будет надо какой-нибудь распиздосом устроить в один из этих дней ам на этой неделе я обнаружил и кстати стоит проверить всем всем дедам кто до сих пор синхронизирует ам о слушайте оказывается прочитайте что там за ссылочка почему геем нельзя сдавать кровь на этой неделе я обнаружил для всех дедов и бабушек которые до сих пор синхронизируют свой айфон через компьютер сломана синхронизация записной книжки или контактной книжки я это обнаружил я жутко жутко расстроился и потом провел час или полтора синхронизируя все это дело через iCloud чем я недоволен если честно она работает и я хочу сказать только одно что первое козлы вот то есть они сломали и это известно и походу у меня есть такое ощущение что чинить не собираются никто чинить не будет нет уебки извиняюсь но у меня другого слова просто нет уебки вот и другой момент это то что когда когда это меня всегда ваппу поражало это было долгие годы как они не могут правильно сортировать и мерзжить контактную информацию это поражает мое воображение допустим у вас есть в у вас есть компьютере Арина у вас есть на телефоне Арина и на протяжении там 10 лет вы допустим проедете ли что-то на телефоне что-то проедете ли на компьютере вы знаете что сделает Apple когда вам нужно будет смержить эти два контакта он скорее всего одно устройство выберет главным и везде изменит как на этом устройстве ну да это был бы тоже интересный вариант почему у тебя будет два контакта у тебя будет два контакта они просто тупо копируют из того и из другого и я провел почему полтора часа синхронизировать телефон не потому что там у меня гигабайты информации нет потому что я сидел и потом на маке правил всю эту информацию потому что у меня там две Арины две Вани две Пети две еще кого-то и всех по два всех и даже и даже там где контактная информация была одинаковая то есть допустим там есть два Вани на телефоне и на компьютере и у них одна и та же контактная информация ничего не одни и те же телефоны один и тот же email то есть ничего изменений ноль он он все равно создавал дупликат и меня это так выбесило даже если честно у меня будут больше и больше мыслей в голове что нахуй не покупать Apple им надо обратиться в компанию где я сейчас работаю мы как раз этим занимаемся чтобы не было две Арины и мерзилось все в одну и у нее было бы два телефона записаны какими надо быть уебками причем кстати говоря кстати говоря это это не новая фигня с Apple то есть такая же хуйта была и без iCloud окей как как это вот как до этого не дойти то есть конечно я все понимаю но меня это короче говоря просто выбешивает надо будет надо будет с Сашей поговорить на тему того что как поднять локальную эту синхронизацию данных вот потому что я не хочу iCloud пользоваться для контактов и всего остального вот но если честно меня все больше и больше начинает просто терзать что в пизду эту кашу поставить купить себе какую-нибудь там Lenovo просто одуренная 64 гектара памяти какой-нибудь там i24 вот 64 гектара Жень 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 подожди объясни мне еще раз у тебя проблема с тем что там контакты не синхронизируются то ты 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 просто хочешь купить компьютер где у тебя эти контакты не будут присутствовать я была проблема синхронизации или что не не вот проблема если я не могу делать на на Apple компьютере то что я хочу сделать а что я хочу сделать что все что мне в жизни надо это чтобы я воткнул USB кабель компьютер и в телефон и контакты синхронизировались я считаю и простите меня может может я слишком я не знаю зарылся или я считаю это глубину просто неуважение к своим клиентам когда вы запороли фичу в говно и при этом ничего по этому поводу не сделали то есть я ходил уже месяцев шесть с тем что то есть а представляешь у меня там куча контактов которые я завел новых и завтра я теряю блять телефон да асинхронизировал асинхронизировал с леновой сделаешь с леновой по крайней мере правило понятно отъебись мы это не делаем окей я поднимаю у тебя нет этого ожидания того что оно сохранит понятно конечно а здесь ты знаешь сколько раз я бэкапил и синхронизировал телефон типа если ты прикидываешься в смысле говоришь что ты все забэкапишь и синхронизируешь то уж делай это правильно да нет нет уже уже не правильно а вообще это делай потому что они тупо типа там в iTunes пишутся мы синхронизируем контакты синхронизировали контакты открываешь блин свою контактную книгу на айфоне контактов нету ну как синхронизировали если их нету то нахуя это вообще нужно то есть блядь просто выбешивает то есть знаешь там ошибка выскочила бы сказала не синхронизировали не да да все готово и это как бы я об этом узнал где-то месяц назад но у меня не было времени посмотреть на это дело и покопаться и разобраться я как бы знал что мне надо это починить но я такой окей я доберусь вот и тут совсем приперло потому что мне на компьютере надо было собрать там всякие контакты имейлы и все остальное я начал смотреть свою контактную книгу а контактов нету на телефоне они есть в компьютере нету да я много раз синхронизирую телефон при этом контактов нету в общем слушай мне надо копить на луна посмотреть как она там работает мне тоже какое совпадение кстати возвращаясь к твоей сдаче крови и все остальное ты знаешь я наконец-то получил ответ на такой интересный вопрос какая в попу разница оказывается если мужика в попу то оказывается есть разница ну как бы знаешь от женщины не заразишься от мужика заразишься походу из попы так странно ну да ну как бы по закону да нет там этот статьи короче подожди когда там первый раз было заведено это все дело в 70-х по-моему годах когда это типа эпидемия этого гепатита было и ну давайте подожди быстрый вопрос если если это твоя твой муж твоя жена твой партнер твой партнер явно вы не занимаетесь сексом с другими членами общества не это простые просто пережитки прошлого они один не я имею ввиду пережитки прошлого это закон пережитки прошлого с кем и как часто ты я слышал очень такую противоположную точку зрения пока был на руби там было очень очень интересно эта тема но ладно вот а почему нельзя потому что 40 лет назад была эпидемия вот вот 30 не 40 40 лет назад была эпидемия да и поэтому они до сих пор тебе можно сдавать кровь но только сейчас по закону 3 месяца надо подождать так я не помню если мы обсуждали в подкасте статью про то что чувак в мичиганский корт появился через зум вот и его имя типа было что-то я перефразирую совсем целиком было что-то там трахай меня в задницу соси яйца 2000 мы это обсуждали нет я не помню такого либо без меня короче да была такая маза когда чувак он появился в корте естественно в суд в суд спасибо вот и судья посмотрел на его имя типа what the fuck и чувак я тут типа там друганы пошутили все такое короче говоря из как раз примерно этого разряда на этой неделе моя жена подсоединилась в один конференц кол достаточно важной для нее вот и что-то не смогла короче с компьютера подсоединиться она зато подсоединилась с телефона маленькая проблема в том что я ее телефон назвал жирная задница но тебе влетела подожди подожди а там этот типа юзер показывается типа по названию телефона да по дефолту да если ты не поменял круто надо обозвать свой телефон как-нибудь интересно я была бы очень зла на тебя жена тоже была не в восторге от моего юмора в чем в чем урок всей этой истории в том что пожалуйста когда вы логинитесь проверяйте свое имя или никому не давай свой телефон ну это одно дело другое дело что на этот у меня на работе периодическая проблема с тем что этот мы используем не зум мы используем веб-экс митинг вот и они толкают апдейты ну как как минимум раз в две недели вот и они с каждым апдейтом у них то то одна настройка потеряется то другая настройка потеряется то еще чего-то там ну короче там столько этот проблем и и другое что там некоторые настройки как бы это сказать допустим ты включил что у тебя ну ты заходишь как обычно там настройки да этот типа звука и так далее да там звук и камер вот ты туда заходишь и ставишь типа звук выводить пожалуйста через этот через наушники да там наушники вот тебе кто-то звонит начинает гудеть все что подключено вообще компьютер в смысле если у тебя к компьютеру больше одного спикера подключены то то этот еще и наушники подключены у меня вот реально был этот что я короче подключил этот макдоку вот и этот и он там гудел короче этот мне когда сообщения приходят еще чего-то то там на маке этот на этих на колонках гудит колонки которые подключены к дисплею гудят вот и в наушниках гудит а но еще вдобавку у меня этот webx стоит на телефоне еще телефон звенит вот и еще один момент они я не знаю что они там делают но короче там по дефолту когда тебе кто-то звонит вот то по дефолту по умолчанию это видеозвонок и через раз через раз он забывает поставить виртуальный этот background вот реально через раз уже дошло до того что когда люди мне звонят я я я вешаю трубку говорю я тебе перезвоню и специально выбираю такой просто этот аудиозвонок на всякий случай и перед тем как включать камеру во-первых я этот взял ликопластыр этот заляпал камеру вот ну в смысле заклеил вот и снимаю его только тогда когда мне надо появиться на камере вот но перед тем как появляться вообще даже на камере сначала заходишь в настройки это у меня уже знаешь ритуал такой зашел в настройки о да чуваки сейчас секундочку я сейчас включаю да там захожу в настройки смотрю превью вот и через раз там все равно блин нету этого background и было пару раз что он вообще затер все мои эти кастомные бэкграунды не пользуйтесь вебексом мораль истории мораль истории что сейчас очень много софтати даже выбора не дает там они знаешь они тихоря за родину проапдейтились вот и все кейсом поинт это допустим возьмем такие простые вещи как слаг или пуст даже там как бы я сидел на этой неделе и у меня короче слаг сидит такой на маке чтобы там апдейт установить тебе надо вбить пароль типа он там выскакивает такая блин этот хреновина типа о да слаг вот тут нашел апдейт хочет это самое установить апдейт пожалуйста введите пароль нажимаю на cancel 20 минут 20 минут спустя он выкидывает сообщение еще раз 20 минут спустя он выкидывает сообщение еще раз захожу в настройки нету настроек нету настроек отключить апдейт та же самая хрень происходит с пост это очень интересно что об этом заговорил я как раз вчера читал статью по поводу хастл софтвер надо было ее все-таки добавить судить но я что-то подумал что сейчас не забудем про нашу самую любимую блин софтину виндозе который ну сейчас еще по-моему есть такой обходной путь что тебе надо просто ставить на паузу типа апдейты этот раз в неделю по-моему или еще что-то в этом который последние дни кому придумали vulnerable by design кто не слушает security нау шутки не поймет к большому сожалению там меньше шутки и больше правды вот там где microsoft сказала что ну да если вы не знаете как запатчить и отконфигурировать виндоз то как бы это вы дурак а не мы просто vulnerable by design из коробки это решето да да вот просто круг надо надо было добавить статью обсудить да не абсолютно ты говоришь что какой-то там зум чего-то там выбирает если он тебе еще и еще и покажет это еще благо если он тебе покажет что у тебя там будет показываться когда ты подсоединишься а так а так я говорю вот с webx допустим ты даже не подозреваешь тебя идет звонок тебя есть там знаешь это типа accept или cancel да там типа знаешь поднять трубку не поднять трубку ты поднимаешь трубку у тебя сразу же микрофон и камера включены все никакого бакграунда еще еще не совсем уверена на какие там знаешь колонки и какой микрофон используется потому что через раз хрен его знают у меня еще две темы осталось первое это как не конвертировать тесты с GUnit 4 на GUnit 5 быстрая поучительная тема разработчикам мне 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 выдали пару человек которых потом успешно забрали чтобы мне помочь с миграцией проекта одному человеку я отдал партию тестов мигрирует GUnit 4 на GUnit 5 вот и сегодня с утра то есть я я сделал небольшую демку где-то в районе 40 минут показал как это делается типа ну вот вот весь workflow так вы это делаете тролли-мали вопросы есть вопросов нет все выглядит просто вот конечно надо мозги немного использовать но это ладно как это решил сегодня посмотреть он сказал что он плюс-минус закончил решил посмотреть что он закончил файлы все все не все но часть того что он закончил не компиляется вот ошибки я сижу чешу голову я не могу понять как можно было закоммитить код который даже не компиляется ну на что время вот позвонил чуваку я говорю слушай чувак ты тест закончил или что-то произошло ну да я пошел там везде текст поменял как ты сказал но поскольку поскольку там остальной проект не до собран то я как бы откомпилять не смог я просто взял и все закоммитил дорогие разработчики есть такая штука которая называется система ревизии файловых или git которая наиболее популярная вы можете достаточно просто удалить файлы которые не компиляются довести ваш код до ума и закоммитить только ваш код вам не обязательно ждать пока весь проект все починят чтобы только догнать до ума ваш собственный код вы можете удалить и просто не коммитить пожалуйста не надо делать в обратную сторону просто поменять вслепую текст в коде закоммитить и надеяться что когда-то там через неделю две или полторы когда все остальные люди пофиксят то у вас вы сможете отдебагить ваш код пожалуйста не делайте такого кошмар это и это еще не джуниор программист если кого-то это интересует нет это это мидл это мидлы вот так вот работают мозговой активности иногда мозговой активности reasoning просто поражает мое воображение как можно не сообразить просто удалить файлы которые не компилируются откомпилировать и протестировать свое и закоммитить только свое в конце концов живем с гитом так у меня есть еще одна история которую я хотел поделиться чуть длиннее давайте сделаем рекламную паузу и потом я расскажу про Stripe Stripe.com ну да так мы вернулись на этой неделе я начал напрямую знакомиться с таким замечальным сервисом как Stripe для тех кто не знает что такое Stripe это то же самое что BrainTree для тех кто не знает короче говоря это сервис по оплате чего угодно то есть если например у вас есть свой собственный магазин и вы хотите принимать денежки от ваших покупателей то вы можете использовать сервис такой как Stripe BrainTree или там PayPal вот и принимать оплату таким образом ну конечно я уверен что можете напрямую также подсоединиться к банкам вот но я об этом ничего не знаю короче говоря для своего маленького мегапроекта я выбрал достаточно интересную путь регистрации чтобы не буду кривить душой скажу прямо что если вы когда-нибудь в будущем захотите попробовать мое приложение то я думаю где-нибудь в следующем году не так долго времени не так много времени осталось то бесплатно этим делом не получится пользоваться все все будет только по подписке вот и я пока по крайней мере на данный момент может потом что-нибудь изменится посмотрим ну или если вы там пришлете в большой донейшн подкастов то можно будет вас как-нибудь и без подписки привязать вот но я решил что такой бизнес модель да то есть вы не являетесь продуктом вы просто используете сервис или продукт вот поэтому как говорится что там все по-честному да было выражение все честно и я решил что регистрации будут исключительно только после того как вы оплатите подписку и это сразу отбивает много разных проблем со стороны бизнеса хотя это еще под вопросом надо еще продумать несколько раз но да нету бесплатных пользователей которые будут писать которые не будут поскольку они не вложились они не попытаются разобраться в системе и не будут писать кучу говна в интернете о системе изначально вот и также естественно не будет всяких левых регистраций от всяких ботов потому что при регистрации нужно дать кредитную карточку которая будет моментально тут же пробита и естественно деньги будут сняты с нее вот и я вот начал как бы разбираться какие сервисы оплаты есть выбрал выбрал страйп по одной простой причине в страйпе помимо конечно выгодной сделки хотя многие современные системы у них примерно одна и та же ценовая категория да то есть там да я хотел сказать блин вообще что 3% плюс 30 центов да конечно наверное не идеально но это не так уж и плохо в чем того что если вы пытаетесь прочувствовать или что-то быстренько собрать и продать в принципе не надо писать ничего своего хотя я уверен что ладно не важно вот и короче говоря я начал разбираться с страйпом мне заняло некоторое время осознать всю глубину ихних глубин вот после чего я начал я я а почему выбрал я именно страйпа например не брейн 3 который примерно все то же самое у страйпа и замечательная вещь называется чакаут и они построили маленькую страничку на которой вы можете знать на которой вы можете ознакомиться с тем что вы покупаете да если это продукт там может быть там какая-то фотография наименование описание потом вы можете добавить там всякие налоги и так далее то есть там очень удобно все что вы сразу можете сделать через UI вы можете сделать пакет который вы продаете когда пользователь тыкает на ссылочку он попадает на страницу где вот это все описывается и все что пользователю нужно сделать это вбить свою кредитную карту e-mail и купить вот то есть очень удобно с вашей стороны минимальное количество телодвижения и я долго поэтому я выбрал страйп и потом я долго не мог понять она работала не так как я хотел я сперва долго читал потом я даже в чате кто заметил я там пытался потом я саша мозги компонсировал потом я все это выложил на стак оверфлоу да у меня там вопрос стак оверфлоу кстати говоря возможно я присоединю даже дорогие дорогие подкаст слушатели если вы уж не хотите помочь долларам подкасту зайдите поставьте что ли мне плюс на мой вопрос на стак оверфлоу в конце концов я уверен что у вас есть аккаунт зайдите поставьте вот и проблема была достаточно простая когда чеккаут заканчивается да то есть когда вы нажимаете кнопочку заплатить у вас есть только два исхода событий первое вашу кредитную карту принимают и оплата проходит второе естественно все фейлится и непонятно что делать теперь я у меня была проблема с тем что когда оплата проходит и там в принципе можно сконфигурировать url но нельзя но нельзя из ui и это важно из ui нельзя прописать что когда ты переходишь по какому-то url передавай определенный параметр а параметр это то что называется такой session id да то есть когда вы открываете оплату у вас появляется автоматически сессия вы оплачиваете и потом значит вас перебрасывают на страницу и можно допустим передать или нужно на самом деле передать id сессии я вот это запустил тоже с такого флоу никаких там ответов там по-моему один чувак написал что-то по-моему невозможно вот он кстати абсолютно прав это невозможно но на этой неделе я я тут я не хотел звонить в tech support потому что у меня было какие-то приконцепции что там будут индусы что там будут тупые люди которые не поймут что я хочу сделать что мне придется им я не знаю 20 раз объяснять зачем передавать id на успешную страницу то есть вы по сути страница ваша зачем туда передавать совершенно id то есть я думаю что будет полный пиздец тем более я работаю если кто еще не помнит у меня нету времени сеть на телефоне но на этой неделе я открыл чат с ними я думал сейчас они будут коннектиться 20 минут потом меня будут трамваить по каким-то там низкоуровневых специалистов которые не смогут понять что я хочу они мне будут говорить то что написано в документации не понимая этого потом еще я думал будет полный трэш полный трэш но делать было нечего никто ничего не знает я в документации ничего не нашел ну чем черт не шуть короче говоря открыл чат и хочу вам сказать что может быть мне повезло но там работают не тупые ребята даже не индус и не знаю насчет индусов потому что может это было индус но я через чат я акцент по-английски нормально говорил да по-английски вполне вменяемо говорил вот и самое главное что мне не пришлось ему много чего объяснять я ему дал ссылочку на стаку прочитал мой вопрос он все понял пошел искать типа я пошел консультироваться все такое вот вернулся там минут наверное через 5 или 10 что в принципе меня не напрягает чат работает я работаю вот и говорит что мол у нас такого нет у нас есть вот такое такое а как бы а в чем проблема почему ты хочешь вот такое сделать вот и я ему объяснил что смотри ваш ваш конек заключается в том что у вас готовая страница мне не нужно знать ничего про программирования чтобы просто сделать страницу по оплате если у вас простой бизнес модель простая бизнес модель которая говорит что подпишись мы с тебя будем снимать там каждый год по там 10-20 долларов и все да то есть там нету высокой конфигурационности не то что там ты купил 10 шуб 2 пива там еще какие-то там оливки нет у тебя все просто простая бизнес модель то ваш как бы ваш интерфейс UI он подходит потому что именно это он позволяет делать теперь все что у вас нету это по сути вот этот настрой что передавался сессионный ID а сессионный ID он всегда есть или 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 программист его сам создает через вашу библиотеку или ваша платформа сама создает сессионный ID через чек-аут автоматически но при этом в настройке оплате вы не можете передать вот запрограммировать чтобы этот URL на успешную передирект включал себя вот этот вот сессионный короче где-то мы там общались минут 20 и я ему сказал что как бы ребят вы все сделали а вот эту фигню которая имеет огромную смысловую нагрузку то есть программировать меньше потому что программировать по сути ничего не надо вот то в общем в итоге товарищ пообещал что он там суппорт тикет откроет и что они подумают над этой фичей что действительно фича стоящая потому что скажем так я я всю эту фигню впоследствии обошел то есть мне пришлось написать код который в принципе ничем не отличался кодом который у них предоставлен в примерах по сути но только этот код не надо писать если бы они просто встроили один параметр дали возможность одного параметра в редиректе на успешную страницу теперь зачем нужен этот параметр это чтобы иметь чтобы у вас был такой реактив флоу оплаты как только оплата проходит вас перекидывают обратно на вашу собственную страницу вы получаете сессионный айди вы берете сессионный айди звоните обратно в страйп получаете полную полный документ о том как что когда было оплочено смотрите на статус если это было все правильно оплочено все уже прошло вот то продолжайте дальше ваш флоу да например в моем случае это будет продолжать регистрироваться если это нет то соответственно там не прошло не важно то вот и из этого из этой сессии оплаты вы можете взять самое важное это айди кастомера потому что кастомер был создан и теперь вы можете его например в моем случае привязать к новому к новой регистрации или если вы это делаете не во время регистрации вы это можете привязать к уже существующему пользователю и потом соответственно звонить в страйп и спрашивать любые данные по этому новосодному пользователю то есть все его там оплаты и так далее короче короче говоря да страйп пока что впечатлил веселая вещь неплохо конечно надеюсь они допили слушай ты говоришь что там неплохая типа ценовая типа за перевод они как у других почему другие просят я смотрю да я хотел Paypal изначально но у Paypal по моему там 3.5% и при этом не 30 центов а чуть повыше и соответственно у Paypal у Brain 3 такие же расценки и они более стабильны но в смысле более стабильны Stripe он он тебя может чарджить дополнительные деньги если ты используешь разные фичи этой платформы то есть если там тебе нужна проверка на фальшь или еще чего-то то вот типа мы с тебя будем больше там или процент брать или знаешь там 70 цент а у других у Brain 3 такого нет по-моему у них более такая штабильная ценовая категория что ты точно знаешь сколько заплатишь ну у Stripe да у Stripe есть как называется что-то как-то даже подожди у них по-моему даже этот слоган такой что но exactly what you paying for или еще что-то в этом духе я не знаю я не смотрел типа у них какой-то этот подожди я там был я я вот стопудняк видел этот все что уже на данный момент always know what you pay типа и при этом ну это звучит как будто ну ты точно будешь знать за что ты заплатишь как бы да не совсем из того что я читал в интернете но опять да то есть я я иду по пути меньшего сопротивления потому что я ленивая жопа вот и у них уже готовы у них даже есть у них даже есть я понял это наверное предупреждение это это надо считать как предупреждение да знай точно что ты используешь потому что ты заплатишь да именно да то есть надо именно читать предупреждение вот но у них что у страйпа вот что есть если вы создаете маленький какой-нибудь там пиуси еще что-то вот вы хотите это интегрировать что со страйпом хорошо у него у них уже есть готовые страницы например мне нужно программировать там свою страницу где я буду принимать кредитные кредитные данные да то есть у страйпа это готово как он называет у paypal по-моему тоже есть да у paypal по-моему тоже должно быть там там темплейт есть этот уже давно по-моему был давно был но я не смотрел и опять paypal не выгоден в ценовой категории поэтому я его и не брал потом также у страйпа я смотрел там есть небольшой юзерский портал да то есть например если у пользователя хочет писаться что конечно нежелательно поэтому я это подожди ты 0.6% зажал ну да почему почему не зажать если страйп проще нет если страйп проще то да я говорю у них есть кастомерский кабинет где человек может зайти то есть тебе тебе не нужно писать свою собственную страницу тебе нужно рисовать html тебе нужно писать формочки тебе не нужно ничего делать а это из моего маленького личного опыта когда ты работаешь над своим маленьким маленьким проектом это большое количество работы то есть подумай вот как я думаю например когда я разрабатываю свой проект иногда иногда забываю я людям говорю я там целый день над этим работал как эта математика работает то есть я там в день могу работать от 20 до там 2 часов условно то есть неделя работы моя неделя работы это примерно как всего один полный день программиста вот поэтому когда мне нужно писать например формочку для принятия кредитной карты это меня займет чтобы вот эту формочку написать один день это значит что на самом деле моего реального времени это займет неделя и если я могу это не делать вообще не связываться с этим я себе сэкономил неделю времени реального вот и страйп в этом деле очень удобен потому что там оно уже все есть мне этого делать не надо то есть юзерский портал чекают кредитки ты короче просто продался на этот удоб простой интеграции да удоб все просто вот поэтому и естественно они хранят все данные там и все остальное то есть заходишь можешь смотреть твои подписки кастомера все остальное то есть мне опять не нужно сохранять эту информацию в своей базе мне не надо делать какую-то наличку они все это делают за меня то есть это плюс плюс вполне понятно если вы еще свой собственный бизнес и вы там принимаете оплату от пользователей постоянно опять же у вас это ваш постоянный заработок то возможно эта система не для вас потому что 3% это 3% возможно вы можете посидеть там с недельку разобраться с гитвэями и напрямую визу принимать вот и понятно для меня неделя разобраться там с гитвэями две недели разобраться с гитвэями это 10 дней это значит для меня это 10 недель а это огромное количество времени поэтому я естественно это не делаю ну и при этом я еще не знаю если вообще что-либо получится поэтому зачем тратить время на дело но интересная платформа так короче заходить ставьте мне на вопрос поставьте мне плюсик будет приятно так что там у нас обсудить двигаемся обсудить Арина наверное уснул так что страй поплат кредит да я ушла ладно давайте Саша прислал статью там на самом деле две статьи обсудить первое это про ebay вот который может вас затроллить а второй про rb да короче короче говоря я ebay историю не перечитывал надеюсь кто-то из вас все-таки прочитал чтобы по крайней мере со свежих я прочитала молодец давай рассказывай ну давай жили-были тетенька и дяденька они решили через ebay продавать всякие штуки с гаражных распродаж в три дорого и таким образом себе зарабатывать на жизнь и завели по этому поводу блог и писали там как они зарабатывают деньги и все у них хорошо и я уже забыла о чем короче говоря ebay начал их всячески душить а и они писали о недостатках ebay в этих своих блогах и к ним пришел ebay с просьбами удалить статьи если я ничего не путаю тетка сказала что она ничего удалять не будет и им начали присылать странные посылки типа живых пауков личинок мух маски свиньи из фильма пила и всякие странные штуки и потом еще за мужиком началась слежка он шел в магазин за ним ехал черный грузовик с номерами из другого штата и это было нифига не подозрительно конечно же и в итоге они пожаловались что на них начался вот такой буллинг и чем там все закончилось я не помню уже хотя я читала это перед подкастом по-моему сейчас в процессе все это кого-то там одного только сотрудника одного только засудили остальные все остались безнаказанными очень странная история но вот история о том как ebay и его реальные сотрудники могут затроллить людей которые продают через их платформу а при чем там и вообще при чем потому что они как называется прессуют прессуют в принципе так можно кого угодно блин просто просто им заказ подожди они ну помимо того что там какой-то трак блин следил это может быть как-то знаешь немножко неприятно но с другой стороны тебе присылают странные посылки тебе шлют всякий став иди иди обратно на тот же ebay и просто продавай это дело обратно в чем проблема им даже пиццу бесплатную присылали они не воспользовались там там шняга в том что один из товарищей который заправлял весь им тем ebay спецназом он бывший коп то есть он знал как 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 это intimidate по-русски да прессовать людей вот при этом чтобы не попадать под радар полиции потому что он лучше полицейский был ну по сути да чувак практика такая в большом бизнесе чтобы не писали негатива чтобы это все не попадало чтобы бизнес рос и типа знаешь ну добро пожаловать я что хотела сказать кстати я вспомнила я же работала в рекламном агентстве в двух даже и работала с упоминаниями брендов в интернете то есть похоже если в России конкретно вот я таким черным пиаром не занималась никогда обычно мы писали кучу позитивных отзывов на один негативный или что-нибудь такое делали но вот таким заниматься это прям этот до уровня братвы мы еще не доросли только только не это не физическое а диджитал братвы некоторые детства я знаю занимаются таким и им пофигу что делать самое главное чтобы им деньги платили с амазоном ой блин с амазоном пардон с этим как его зовут Airbnb там вторая статья есть Airbnb саша большое спасибо интересная статья реально интересная статья настолько длинная я чуть вчера не застрелился но я ее дочитал я не дочитала так что рассказывай там там короче говоря я думал что там будет какой-то панчлайн в конце типа там что а там просто куча примеров а там просто куча примеров вот и то есть там 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 начинается все ужасающие душераздирающие истории про то как изнасиловали девушку в Нью-Йорке Арина как твоя поездка была хорошо что я ты не хочешь поделиться ничем хорошо что я эту статью не прочитала до отпуска иначе бы я еще больше переживала я рассматривала на airbnb в том числе варианты размещения и там за те деньги за которые я в итоге в гостинице жила предлагалось снять комнату в квартире где жили бы еще два мужика с общей кухней и это было супер странно поэтому я подумала лучше у меня будет отдельная комната в гостинице с удобствами на этаже но все-таки я не буду жить с кем-то но без кухни и без мужику ты знаешь я оказавшись в твоей ситуации и себя с двумя странными девушками я бы не отказался вот но это я так не будем обо мне я с тобой согласен когда мы ездили в Испанию я жене накручивал мозги но это было давно вот тогда наверное может быть было что-то по-другому а может и нет я накрутил ей мозги что давай давай это типа хайпанем мы будем клевыми чуваками мы сейчас это Airbnb сделаем в Испании она сказала что видела эту Airbnb в гробу и в белых тапках вот за такой же бабло мы можем снять отель и не париться вот я не стал спорить и правильно что я так сделал вот потому что если вы можете снять отель за те же самые деньги что Airbnb то какая нет тогда уже большая разница вот то кровь сдавать нельзя уже нет с Airbnb кстати сказать на Рубе вот интересный вопрос был этот люди которые на Airbnb букали эти жилье в этом ресорте где я там был они платили по-моему на 30% как минимум на 30% больше серьезно? да там короче подожди подожди а чем ты сравниваешь ты сравнишь с отелями или просто приехал туда пришел вот вам наличка давайте нет даже без торговли без торговли без торговли без торговли если ты просто в офис приезжаешь и говоришь типа чуваки мне нужна комната вот и если ты заказываешь через Airbnb там по-моему я не знаю у меня что-то в голове крутится цифра 30% что там то ли накрутка то ли еще что-то в этом духе вот этот я с этой с как вы Дани частенько там болтал ну по части из-за того что у меня ее сервисы нужны были периодически вот и да там там был короче мы с ней болтали и там звучала такая цифра что 30% плюс как минимум вот если ты через Airbnb ну естественно там как бы они пытаются апселл делать там знаешь если там не сильно много конкуренции то сезон и так далее то естественно там накрутка идет ну как бы цена растет вот тогда как если ты просто позвонишь в сам этот допустим отель или еще что-то в этом духе то ты подешевле купишь вот ну да по сути статья начинается с душераздирающей истории по поводу изнасилования девушки все это сводится к тому что законодательство в Нью-Йорке не разрешает кратковременную сдачу жилья то есть меньше чем на месяц если я не ошибаюсь нельзя просто так сдать там на пару дней вот и там есть какой-то своеобразный обход и ключи в итоге висели в каком-то там соседнем магазинчике где человек мог прийти забрать ключи от квартиры которую он заказал через Airbnb и вперед короче девушку изнасиловали все хорошо теперь статья в принципе рассказывает про разное количество душераздирающих историй опять изнасиловали мальчика маленького потом опять какую-то там женщину изнасиловали или подвергли каким-то драматическим событиям потом сняли какой-то через Airbnb меншин приехали мегапартии приехал народ потом народ постреляли в общем полный дурдом и вот вся статья я потратил минут 30-40 читая проходя через эту статью все в этом роде ужаса наших городка ну понятно но вот и в Airbnb есть специальная команда причем я не знаю почему ее назвали спецназом я думал что на самом деле там народ будет как статья с eBay они там будут приезжать находить убивать или еще что-нибудь в этом роде но там такого нет чистильщики чистильщики да нет нет там никакого спецназа в Airbnb да 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 вот там по сути говоря где-то в районе 100 человек которые находятся не все в одном месте то есть в разных уголках чтобы они видимо оперативно могли добираться до разных мест чтобы физически может быть помогать я не знаю вот но по сути там команда была 100 человек которые занимались такими вот тяжелыми случаями то есть там жало много вообще в Airbnb насколько я понимаю в поддержке но тяжелых случаев не так много вот и когда большие тяжелые случаи возникают типа там изнасилование вот то эти товарищи у них почти бездонный бюджет и у них есть естественно свои процедуры где они по сути тебе там привозят маму папу переселяют тебя там в 10-звездочный отель все оплачивают сверху до низу психологическая поддержка моральная поддержка еще что-то ну и потом один из таких коронных приемов Airbnb это чтобы ни одного случая каким бы тяжелым не было чтобы он не доходил до суда то есть по сути девочки которые изнасиловали по-моему там выплатили количество миллионов долларов не вспомню сколько конкретно миллионов долларов 50 вроде бы 50 ну вот да и все это дело пошло под днд да то есть можно узнать блин надо найти где там насилуют может там мальчиков тоже насилуют мальчиков пару миллионов вот не знаю тебе придется попутешествовать найти место где насилуют мальчиков но короче говоря да и вот такая бизнес модель то есть ребята в этом спецотделе занимаются тем что как раз выезжают и разруливают такие ситуации там ремонтируют стены если ломают оплачивают все что там было ограблено вынесено сломано или простреляно вот и по сути говоря сколько я не знаю лет от Urban View уже существует всего навсего по-моему один случай докатился до суда все остальное было замято выкуплено и так далее то есть они не хотят никакой негативной публикации потому что они не хотят чтобы как это называть чиновники по-русски чиновники обратили внимание на их компанию и начали выпускать какие-либо законы ну естественно на данный момент как они в статье тоже упомянули что поскольку вообще стартапы веселая тема вот AirBnB рвануло вверх настолько быстро что как бы к тому моменту как чиновники сориентировались у AirBnB как бы уже было свое лобби которое соответственно занималось только одним и одним делом только это останавливает любые законодательства которые направлены против интересов AirBnB вот так что ну как-то так да я блин я серьезно я дочитал вчера эту статью и я я не знаю я даже не знаю что сказать я вот не знаю я с одной стороны конечно хочется сказать что впизду эту кашу типа все эти дурацкие корпорации которые там проталкивают бензин бензин все те всю эту гопоту оружие и все остальное там надо весь этот лоббирование запретить еще чего-нибудь знаешь такое взять целиком такую либеральную стойку и сказать запретить завязать устранить и так далее с другой стороны с другой стороны как говорится ну а что сидеть там с этими отелями такси я не знаю я не знаю что сказать что есть люди хорошие плохие но это всегда есть иногда читаешь новости думаешь пиздец ебанаты я живу среди идиотов я не знаю вот реально я не знаю какую стойку здесь принять ну мне кажется это выдрали просто этот как он называет вырезки знаешь самый замечательный момент и динб другой момент то что мне кажется они очень правильно сделали что сделали эту команду ну как бы ну знаешь если если только там нету никакого знаешь криминального типа давай ты не будешь репортить его я не знаю как в других странах давайте 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 честно скажем в америке все продается и все покупается вопрос только цены ну да но обычно такие аморальные вещи они очень дорогие поэтому как бы я думаю что происходит не так часто ну в смысле по сравнению с другими странами это на самом деле не так плохо потому что опять же если сравнить в общей сложности сколько там где кого насилуют то взять сколько из этого Airbnb то там будет очень маленький момент присутствие этой службы просто ну да это как бы необходимость я думаю с точки зрения корпоративного так что я могу сказать только одно я обходился без Airbnb все это время и я не собираюсь пользоваться Airbnb в будущем ну у меня с ними только одна проблема вендор это примерно как Uber в Канаде ну вы можете позвонить и в такси вот ну цена одна и та же то есть по сути что быстрее сделать если было бы там приложение там просто легче да вот 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 в Америке в Америке с Uber другая ситуация это тоже тоже правда потому что в Америке я заплатил ой 25 20 или 25 долларов что-то такое чтобы доехать из Дерборна в этот в Детройт что само по себе ну поездочка такая минут на 25-30 я думаю да мы с тобой целиком отлично просто прокатились на Uber в в Неваде когда мы ездили а да 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 там было просто великолепно да то есть когда там такси 50 долларов от аэропорта почему я забываю город Ваня Лас-Вегас да от аэропорта Лас-Вегаса до отелей в центре города Лас-Вегаса вот 50 долларов на такси потому что вы все долбоебы и так далее вот то в принципе вызываешь Uber приезжает какая-то мама которая латино-мама вот и она готова вас отвезти по той же самой дороге за там сколько мы оставили 12 долларов 15 долларов может быть что-то такое да да то есть как бы мелочи по сравнению да нет с аэропортами Uber конечно работает просто супер в других поездках я не уверен в Америке там там это очень хорошо но я думаю в Америке это работает потому что там люди просто эксплуатируются по полной да свобода ну свобода как бы знаешь хочешь от тебя эксплуатировали как бы не проблема мы тебя по эксплуатюрам есть свобода я эксплуатируемый да я не знаю что сказать по этому поводу в смысле по поводу этого ebay этого но ebay это там классические случаи как с мафией Airbnb более я не знаю что сказать вот реально по мне это логическое решение они заботятся о своем этот имиджи ну как бы выплачивать выплачивать какое-то бабло людям чтобы просто там они знаешь этот в интернете не не выставляли ой блин какой Airbnb плохой блин причем здесь Airbnb это просто сервис то что там сервис оказали уроды ну блин вот вот проблема с Airbnb кстати описывается я профразирую под свой вкус вот проблема с Airbnb до Airbnb как какие у тебя был выбор у тебя было по сути говоря два выбора или ты идешь на этот couch potato веб-сайт такой ты знакомишься с людьми у вас там комьюнити я не знаю знаешь вы общаетесь потом ты говоришь такой слушай чувак я еду к тебе в Лос-Анджелес можно у тебя там на каучу поваляться недельку а потом я типа в Нью-Мексику улетучусь вот да чувак мы с тобой там вроде как на форуме общались все такое давай приезжаем там бухнем покатаемся по Лос-Анджелесу все будет пиздато а потом ты ухуяришь свою Нью-Мексико хорошо теперь другой вариант ты снимаешь отель и делаешь все то же самое единственное ты не бухаешь со своими couch бодис теперь обратно couch бодис ты на форуме ты знакомишься с людьми вы долго может быть долго может не очень долго общаетесь может быть у вас там на форуме есть еще какие-то знакомые в общем образуется любовный треугольник или просто большая кривая прямая есть общение ты понимаешь к кому ты едешь ты плюс-минус знаешь ты на форуме посидишь а я на форуме сидел в свое время и даже там сейчас иногда появляюсь на некоторых форумах ты понимаешь с кем ты общаешься там можешь посмотреть историю человека что он пишет как он пишет так далее ты можешь понять он еблан или нет с Airbnb проблема заключается в том что ты заказываешь здесь кауч у чувака который ты не знаешь который не может посмотреть историю ты не знаешь что там происходило потому что опять же у нас есть Airbnb Airbnb у которой есть коммерческий интерес чтобы ничего негативного не говорить а на форуме у тебя есть модератор который только там следит за определенными вещами что там реклама не пихал детской порно но я чувак чувак на форуме ты все равно бы если бы это дело разрослось до размеров Airbnb я думаю там тоже был бы модератор который бы негативный комментарий нет разная модель на форуме нету интереса брать процент за то что ты там у кого-то остаешься нету интереса в негативных или позитивных комментариях у Airbnb есть и естественно в отеле другая схема в отеле чужие люди не заходят и тем более они не получают доступ к твоей комнате там все очень жестко контролируется правильно потому что это отель и вот и вот эта вот тонкая разница между Airbnb couch potato и отелем поэтому я не знаю короче снимаем отель именно покер шлюхи рядом по-любому ну да так 10 минут я реально не хочу сейчас обсуждать не хочу можно я прочечен мы обменяем статьи давай арена там по-любому засыпает поэтому надо добраться до конца нашего конца так я пропихнул быструю и позитивную сейчас мы осветим новость Netflix если я не ошибаюсь Netflix да говорит о том что они выпустят походу там будет какой-то фильм кобой бибом в ноябре расскажите мне про этого ковбоя потому что я ничего про него не знаю я погуглила это якобы аниме изначально да это одно из самых лучших аниме которые когда-либо сделали да это это такое такая анимашка тебе стоит посмотреть я даже не уверен то есть аниме хорошие истории забавные я правда в последнее время начало подумать почему признали там одним из лучших аниме то есть как-то потому что там там сделано просто все все очень занимательно красиво персонажи разрабатываются как бы очень хорошо просто очень цельно сделано понимаешь очень так хорошо сделано аниме тебе стоит посмотреть оно 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 хорошее аниме оно не такое я не думаю что я выворти от этого есть есть аниме который реально или такой не запоминающийся или от которого может выворти вот посмотри вот а да еще вдобавок то что это одно из немногих аниме да действительно как Женя сказал тебя не выворти это одно из немногих аниме которые которые могут смотреть люди которые в принципе не большие фанаты аниме потому что там как бы все так там нету вот это японской японщины так сказать нет нету ну нет там нету стандартной там знаешь японской там философии типа работать тяжело там или там школьницы или еще чего-то в этом духе знаешь нету вот этого это это просто на самом деле если если так посмотреть то можно даже подумать что возможно этот как как бы анимированный фильм из Америки почти что вот просто стиль как это дело сделано оно как бы очень отличается от большинства от большинства аниме вообще я бы поспорил на самом деле если честно я уже на данный момент то есть я посмотрел я забыл как его зовут там есть целые серии аниме от автора который сделал Тотаро и у него есть куча разных анимаций которые он сделал если честно отчасти не знаю я бы его даже поставил выше чем какой-либо ковбой бибол там Миядзаки Миядзаки эх я не помню надо будет глянуть но если Тотара да наверное там есть несколько аниме одно из которых там про авиацию весьма интересное я бы его даже поставил не знаю просто но там там отличается от ковбой бибол не только сценарием там просто такие душевные истории очень душевные истории вот ну ладно возвращаясь к ковбою биболу смотри ковбой бибол но Netflix собирается в ноябре сделать фильм ковбой бибол и прочитал я статью посмотрел я фотографии прочитал я комментарии на том же самом боб сайте вот и на двоечку на двоечку на двоечку я да я уже ничего не ожидаю первое я совсем понимаю почему окей так сейчас я думаю сейчас Ваня заведется но это неизбежно в данной ситуации первое как прокомментировать комментарий комментатора и он и он сказал типа это что там джад подожди как назвать black нет забыл там есть спик спигл потом фей и джет я не помню короче говоря его сделали черным потому что по-моему якобы его имя там black джет или джет black вот типа ну аля зачем его делать черным это не обязательно что он будет черный то есть в аниме то он по-моему не черный не ошибаюсь ну там еще вроде как черный я смотрю джет black да не на самом деле в аниме когда особенно дублированное аниме в Америке то он как бы он звучит как да действительно как бы я не против того что знаешь этот черный будет играть единственное что этот чувак на на постере то что что там фото предоставили в этой статье ну понимаешь джет он был как бы вроде более прокачанный намного более прокачанный да там там был реальный бугай а здесь ну как бы знаешь аниме с реальной жизнью сравнивать это спайк спиггл во первых он не обязательно должен быть японцем или китай азиатом вообще во вторых этот чувак он должен быть по-моему более высоким этот чувак не выглядит крайне высоко да и моя самая большая проблема и сейчас все закидают нас бананами и огнеметом это фей моя самая большая проблема это фей да не могли найти покрасивше девушку как бы у меня нету проблемы с ее красотой у меня есть проблемы с ее фигурой у фей по анимации должны быть просто немереные да но я смотрел другие картинки она плоская как доска а серьезно да афтей она должна у них у нее должны быть баклажаны которые выкатываются за пределы экрана по крайней мере по анимации и вот вот я я конечно понимаю вот меня это задело меня задело это ужасно а еще второй момент который меня задел там не будет эда девочки эд хакера который которую но это ужасно вообще говно точно смотреть не стоит а не если серьезно мне кажется ну тогда как вроде бы там есть этот фильм типа этот после уже сериала да есть фильм но опять же фильм очень жестко опирается на как бы вернее там анимированный фильм жестко опирается на знание сериала вот ну или как как бы это боковый этот второстепенная история так сказать или еще чего-то знаешь побочная история вот но я не знаю как они смогут за один фильм просто даже учитывая то что они вырезали эд знаешь они как они смогут вообще персонажей развить потому что одна из самых классных вещей типа сериала Ковбой было то что они развивали каждого каждого персонажа там у каждого там развивается история у этого там своя история у этого своя у Фэй своя история там знаешь и так далее как бы там персонажи долго очень развивается вот это одна из тех причин что одна из причин что делает это аниме как бы таким грандиозным, потому что там очень хорошо развиты персонажи, там у каждого есть своя история, у каждого есть свое место и там как бы вот это вот общение между такими разными персонажами, так сказать, как бы это то, что прикольно. Я не знаю, как они смогут за один фильм это все дело сделать. Во-первых, во-вторых, да, я соглашусь, фейк, конечно, фейк должна быть такая, типа, она должна всех соблазнять и типа их обворовывать, так сказать. Я не знаю, как вот это может там... Я не знаю. Я не спрашиваю меня, потому что она должна быть... Спайк может быть, может быть. Как бы потому, что у Спайка, ну, помимо его роста, там еще были другие, там как бы он в основном очень такой-то... очень классно болтал. Он как бы, знаешь, вот этот, как по-английски говорится, Silverthang, да? Вот там... Я в чат скинул фотографии, пожалуйста, сравните фейк. Вот то, что она должна быть в мультике, вот то, что она будет в реальности. И я... Я, конечно, скажем так, у меня есть свои наклонности сексуальные. Волосы похожего цвета, а тебе сиськи нравятся? Ну, это фейк, да? Не-не-не. Не, у фейк, если ты посмотришь в анимации, да, то она, блин, знаешь, ну... Помимо там парочки эпизодов, вот, ну, она выглядит как полу-стриптизерша, с такими, знаешь, там... Вот. Ну, естественно, у нее персонаж такой, что она подходит со своими как бы преимуществами, вот. И все мужики как бы отвлекаются, пока она их обворовывает. Вот. Ну, или там... Да, как и есть, да. Как бы это... Эта часть, это неизвестная часть ее персподажа. Она должна, должна этот... Типа, простолюдинный вот так вот, блин, этот, нагибать. Я не знаю, как вот это сможет... что... что она там сможет... там... Не. Я не смотрела, но я согласна. Ой. Эээ... Так. Короче... Короче говоря, похерят... Netflix похерят детство. Вот что-то. Ну... Это, знаете, как бы... Это похоже на тыньки. Но причем здесь поклашат. Да, да, да. Как бы... Еще один ребут, который... Они хотят прокатиться на популярности аниме. Вот и все. Я бы очень хотел, чтобы они вообще ребутнули весь ковбоя Бибопа, даже, возможно, переделали бы или до, или после. Там, storyline доделали. Было бы замечательно. Ну, и при этом, естественно, они им Эд выдрали. Как они... Челчел, блин. Как они добавили плоско... плоскую Фей, но при этом они выдрали Эда. Эда, это просто невероятный персонаж. То есть, как они ее выдрали. Да. Это один из самых прикольных персонажей ковбоя Бибом. Ну... Ну, как бы... Взяли ее, выдрали. Да. Нет, а ее нету. Она отчасти мне напоминает отчасти Харли Куэйн в детстве. Вот. Как бы... Просто такая... Немножко сдвинутая, но при этом... Ну, как бы, знаешь, просто... жутко умная и... Да. Как бы... Она веселая, да. В эпизодах она крайне веселая. Ну, да. Я отдвинутая немного. Мне больше всего понравился этот момент, когда... Подожди, куда она там заперлась? Типа... Там выходит, блин, этот... Трансвестит такой, типа... О, маленький мальчик, заходи! А, блин, девочки, иди на! А, ты девочка, иди нафиг, блин! Ну, посмотрим, придет ноябрь. Я, наверное, посмотрю. Надо смотреть. А, я думаю... Блин, я думаю, на бухте можно будет проскроллить, знаешь. О, стоп. стопа дня. Все, я не думаю, что... Могли уже дорисовать. Ладно, давайте за это заканчивать подкаст в авторкасте, может, еще поговорим об Вавилоне 5. Ну, давай, давай. Так, ладно, 2, 2, 0, 5. Поэтому заканчиваем подкаст. Дорогие слушатели, пожалуйста, пришите. Я... Местами, если честно, я уже не хочу никаких денег, потому что мне надоело десятилетиями просить людей помочь нам финансово. При этом, при этом, люди, деньги, деньги, которые вы жертвуете, идет на оплату серверов. И эти сервера поддерживают сайт, поддерживают стрим, поддерживают быструю скачку подкаста. Если сервера не будет, то у нас все еще будет сайт и стрим и подкасты. Но все это будет работать крайне медленно, очень медленно. Вот. Помоги, подпишитесь, пожалуйста, на там двухдолларовое пожертвование в месяц. Пожалуйста, зайдите, подпишитесь. Нам нужно не так много пожертвований, чтобы тупо оплачивать сервера. Пожалуйста, подпишитесь. Ладно. Ну что? Все, заднее слово. Зажигалка. Бот. Пила. Ага. Только ручная пила. А этому ты про жидно говоришь. Нет, нет, я говорю про пилу по дереву, только ручная, не электропила, а пневматическая. Нет, ручная, стоишь и пилишь. Ладно. Ну что, все, любви, счастья, здоровья, до следующей недели. А, нет, не до следующей недели не будет, до следующей недели подкаста. Ха-ха. Ага. Через неделю. Пока. услышимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова